Часиком исполнилось ровно 20 лет. Прошло, давайте, идите еще 20 и более лет. Многие барнаульцы, возможно, удивятся, но часы на доме под шпилем были далеко не всегда. Когда-то знаменитая башенка выглядела вот так. Если само здание построили в 50-х годах прошлого века, то часы появились там только в канун века 21-го. 29 декабря 1999 года уже тогда легендарный дом под шпилем украсил большой циферблат. Часы по заказу администрации Октябрьского района сделал Владимир Денисов, работавший в Барнаул-Горсвете. Кстати, изначально была идея снабдить их курантами, но решили не беспокоить жильцов. На самый Новый год, так сказать, праздник, и решили их запустить. Они уже готовы, были к 28 декабря 1999 года. Сколько вы их делали? Вы их прям с нуля весь механизм делали? Ну да, с нуля. Начал я делать их где-то в июне, наверное. Этот циферблат я практически на дому варил своими руками. Изнутри механизм вовсе не похож на то, как городские часы изображают на картинах и в книгах. Сами часы электронные, черный ящик слева, передает импульсы на механизм, заставляя стрелки вращаться. И чтобы они вращались непрерывно, нужно постоянно их осматривать, смазывать. В последнее время Денисов передает дела своему сыну, такая вот часовая династия. Всего под надзором Денисовых несколько механизмов, вот только новых в последнее время не появляется. Архитектор Александр Дерин говорит, в 21-м столетии заказов на дома с часами почти не стало. А мне такое впечатление, что просто у заказчиков даже и мысли такая не приходит вообще в голову. А что бы нам только часы сюда какие-то, а может часы туда поставить какие-то? Ну, есть тут две составляющие. С одной стороны, конечно, это эрудированность и, ну, культурная такая она составляющая. Если у заказчика, если он такой насмотренный, и за границей ездит, свидет, и вот у него такое желание есть. Второй фактор – это, конечно, стоимость, потому что стоимость часов сейчас, я так насколько знаю, там за полмиллиона уже где-то достигает. У современного человека нет никаких, пожалуй, проблем с тем, чтобы узнать, который час. В любой момент достаем смартфон или часы, смотрим и зачастую залипаем в этом же самом смартфоне. Я думаю, если бы вот такой красоты в наших городах было бы побольше, мы бы, быть может, чаще смотрели вверх и на небо. Впрочем, совсем недавно в полку уличных часов прибыло. Циферблат появился на новом здании театра кукол. Так что, будем надеяться, добрая часовая традиция все же понемногу, но возвращается. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.